всем привет у нас за окном потрясающий ливень мне кажется на фоне вы услышите я сейчас стою на нашем кухонном балконе такой хозяйственный балкон жду пока сварится картошка с луком делаю такой легкий куриный супчик ничего особенного не охота делать допиваю свой чай жасминовый ричард очень мне нравится скорее больше не допиваю а нюхаю вот не обращайте внимание на старенькие наши окна их надо заменять так что на них тратится и красить бессмысленно привет красавица спасибо леночка привет спасибо за приятные слова самого начала эфира о привет ануша тебя привет ануш здрасте ребята да вот такой вот неожиданный эфир посреди бела дня который у нас сейчас пять часов парень вонцы с лавы андре войны это рома дру тяпец дава выглядишь очень хорошо спасибо понатаскала сегодня из магазинов тяжести привет ануши тебя здрасте у нас с сегодняшнего завтрашнего дня ввели обязательное ношение масок в магазинах я пока не знаю как я это буду делать потому что при моей при моих панических атаках когда я даже вот так рот закрыть не могу маски я за все время карантина ни разу не носила потому что один раз мне стоит просто на лицо надеть маску и я просто умру я просто сдохну и умру мне дурно станет как я буду в магазины ходить я пока не знаю но стараюсь себя не настраивать как бы все нормалек какие фильмы сериалы смотрел в последнее время старалась смотреть что-то детективное подсадила своего сына на пуаро с участием дэвида суше наверное самый лучший пуаро вот и соответственно мы смотрели красивые классические английские детективы сейчас я немножечко камеру опущу да я со своей супер кружкой не могу без неё а так я в основном фильмы не смотрю я что смотрю а я обратно подсела смотрю свое любимое это осторожно модерн особенно второй сезон мне дико нравится этот прапорщик задов как тебя изменила эта помада такая нежная помада она действительно такая это не совсем помада там и помада и блеск тоже помада суховатая платок 5 повязывает так мне все равно платок или что закрытые дыхательные пути и отру просто и все мои знакомые знают что со мной даже шутить мне сзади лицо закрыть нос зажать это просто заставить меня сыграть в ящик я думаю я буду мухлевать я маску буду народ надевать из носа спускать ее просто но так смешно понимаете под конец карантина заставлять людей маски носить жесть вводили бы вводили бы раньше как всегда со своей супер рада я прочитала палантин слегка прикроет нос и рот ну посмотрим приятный вид за спиной на самом деле вид самого стандартного ереванского двора где все кому не лень что-то там подостроили какие-то гаражи в разнобой вот это вот здание вот это что идет это задняя часть учреждения в котором и мой прадед и мой дедушка работали это арм гидропроект вот это его дворовая часть там дальше розовое здание на фоне бизнес-центр построили относительно недавно так привет кружка как у меня ой я просто влюбилась в эти кружки просто они заляпанные пальцами и как бы ты ее не мыла все равно в какой-то момент она вся заляпанная прическа бомба спасибо я как мечтала чтобы у меня была и челочка и такие волны как честно говоря я всю жизнь мечтала иметь прическу как у джона бон джо вилле стивена тайлора из аэро смита и наконец-то я в принципе добилась желаемого результата новенького у нас особо ничего нету вот уже который день вот такая погода правда шикарный такой ливень ровный такой стеной идет какое-то внутреннее очищение очищение ожидает очища очучается привет а нуждина только в магазинах не только в магазинах даже в кафе которые с понедельника у нас открыты в кафе не надо в масках сидеть только на магазина распространяется сегодня я чуть не матюкнулась на владельца супермаркета который у нас через улицу продуктовый магазин я думала его матом пошлю прям конкретно когда он встал вот так в дверях сказал без маски никуда как на него посмотрела говорю ну и до свидания пойду из другого магазина куплю в том магазине было не обязательно ношение маски но сказали что завтрашнего дня это будет обязательно под финал карантина зачем это надо было делать я не поняла привет краснодару привет ирландии в китае также теперь все в масках по и долго еще будет ходить но если это только на магазина распространяется ради бога я везде по магазинам не бегаю так чтобы это как-то меня смущало или раздражало вот я сегодня пошла капитально затарилась так что у меня до сих пор пальцы болят перла эту тяжесть до дому пешком потому что транспорт еще не работает мама хорошо нормально тоже вся в уроках я пересмотрела прошлый эфир показалось немного ты расстроенная все окей лен в принципе все окей какие-то такие личные моменты есть но они как бы фоном идут поэтому как-то так что-то бывает что раздражает но поскольку я сейчас занимаюсь активно повышением своей энергетики своим внутренним миром я стараюсь чтобы это на меня не влияло пристройки и надстройки это кавказская изюминка ой вы посмотрите какие там надстройки то есть видно стена основного дома и вот эти вот конечно вылезающие вперед добавочные элементы они конечно бомбические привет привет юлия робертс у парфёнова уже вышел фильм русские грузины ой я честно говоря не парфёнова не смотрю не такие передачи я не в курсе сказал бы неприятный вид ну слава богу хоть дерево есть респиратор с клапаном возможно поможет а масочный режим будет долго еще действовать у всех но меня это особо как то так не напрягает на улицах разрешают ходить как хочешь и как бы нормально это ты дома не видел еще этот вид я в первый раз это я стою сейчас на нашем хозяйственном балконе который как и у всех людей особенно советская советскими квартирами это место куда сносился весь этот хлам который жалко выбросить но не нужно хранить вот этот балкон он собственно с с этой целью держался всегда мы его как комнату никогда особо и не утилизировали тут у нас ну могу показать просто не пугайтесь тут все старье которое мхом поросло еще с тутанхамоновских времен поставлю тут у меня за спиной вот такой вот шкаф который еще с очень далеких советских времен тут полки полки в эпоху когда мы активно делали закаты всякие закрутки они все рядами здесь и баклажанная икра варенье закуски всякие закрученные здесь вот это вот все хранилось там внизу вот 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 это вот нижняя часть это вот как раз мусор который непонятно кому нужен какие-то старые буржуйки какие-то банки склянки непонятно какие я постепенно там как бы подчищаю но руки до всего не доходят понимаете вот тут у нас вот сушатся мои пыльевые тряпки вот вход на кухню ну как видите здесь все абсолютно изначально как эта квартира была построена создана деревянные двери перекрытия это все конечно со временем надо менять просто это стоит очень больших денег страшно несколько тысяч долларов у нас должно уйти посмотрите какая огромная у нас это веранда вы посмотрите сколько окон они практически все гнилые уже то есть там не древесина труха но для того чтобы это все менять на стеклопакет необходимо и подоконник и тут все целиком заменять а это несколько тысяч долларов необходимо на это потратить поэтому это даже мыть невозможно то есть я жду чтобы хотя бы вот эти дождливые сезоны прошли окна я вымы вы представляете в прошлом году сама вымыла все эти окна чем учесть если что тут четыре метра потолки вот но часть древесины отмывать невозможно начинаешь мыть тебе в пальцы занозы втыкаются ну эту дверь я тоже мыла но понимаете это все надо менять потому что тут настолько потресканная и древесина и краска и все что это даже если заново побелишь она эффекта не даст как бы в ту сторону у нас вот посмотрите какой старый старый шкаф он там рубашка на этом шкафу мелом свое время рисовал так и не оттерли стол старый стоит там елка упакованная дедушка в свое время еще в 90-е эти плохие годы откуда-то нарыл вот такие вот фанерные листы сделала антресоли для других вещей которые ждут своего часа на выброс там вот коробка вот это вот со старыми елочными игрушками там я не знаю детский столик но его я конечно ничего с ним не буду делать потому что он память там два советских холодильника 53 года и по новее а один вот этот вот работающий причем он не холодильник а морозильник туда что не кладешь корка льда покрывается но мы его выбрасывать не будем как бы то что откуда знаешь понадобится а вон тот холодильник он уже абсолютно сдохший просто не могу найти никого кто может помочь мне этот холодильник выбросить нафиг вот тут тоже старый-старый советский стол вот за этим столиком я как бы это рисую творю иногда здесь сижу у окна кстати подождите давайте я пойду посмотрю ай мамочки что у меня супом суп булькает сейчас один момент я проверю там картошка сварилась или нет сейчас секунду а так картошку окей сейчас принесу вермишель вот вермишель у меня тоже в таком старом алюминиевый это или какой хранится варю обычный такой супчик просто на курином бульоне мясо куриное я сегодня на завтрак с яйцами пожарила было очень вкусно с сыром еще добавила а сейчас такой легенький легенький супчик поскольку меня сегодня без день дома не было я по магазинам бегала я решила так на несколько выходов разделить чтобы сразу очень много тяжести не таскать и не полдник у меня не ланч и ничего не было пошла купила пончики переведите сегодня так сейчас я зелень тоже отправляю пусть вместе с вермишель кстати сюда я добавляю щепоточку хмели-сунели потому что в курице это очень вкусно немножечко черненького перчика и в принципе в в сио кстати покажу вам свою картину которую я закончила я ее решила вот здесь повесить здесь у меня висели подсолнухи но я их перевесила в кабинет потому что они по стилю больше были папы там подходили и эту картину я буквально на днях главное чтобы дождя не было отнесу в мастерскую чтобы мне рамку сделали такую хочу в каком-то деревенском стиле рамку сделать чтобы для кухни подходила пошли обратно на балкон дышать свежим воздухом так что экскурс по нашему хозяйственному балкону я как он провела привет из пасмурного тбилиси ну вот у нас тоже пасмурный ереван до ливень и очень сильный до стричь теперь я буду себя только сама иди поздоровайся куда я хотела делать всем привет потому что я поняла что несмотря на то что я своим мастером довольна она мне форму задала хорошую но то что я 150 раз просила сделать и меня убеждали что мне это не подойдет и не получится оно как бы миф и кстати сказать я сейчас лечу свои волосы они у меня очень жесткие были как капроновой куклы и короче сразу после стрижки я как раз решила обновила кончики и решила начать ухаживать за волосами в первый раз попробовала вот у этого эльсэва есть такая такой бутылек какая-то жидкость наполовину с маслом там шесть масел спрей после душа на влажные волосы хотя на сухие тоже можно обильно надо этот спрей нанести и оставить чтобы он на волосах высох и представьте себе где-то процентов на 20-25 я чувствую разницу волосы стали более податливые более мягкие они у меня уже вот так не топорщится а сами по себе как-то мягкими волнами спускаются так что очень советую вот этот эльсэв 6 масел у кого проблемные волосы волосы у нас тоже лупит дождяк оу-оу привет ю а ну ж приветики откуда вещаешь эфир ну вот я рассказала откуда бабушка нормально рубашка тоже у нас маски по желанию дезинфектор в магазинах ресторана закрыты из дома только пешком 5 километров они у нас это уже сняли даже анкеты заполнять больше не надо только не работает транспорт можно на такси перебирать передвигаться перебирать передвигаться ну и вот с сегодняшнего завтрашнего дня обязательным порядком таким ввели ношение масок в магазинах причем только продуктовых в тбилиси тоже дождь льет обожаю дождливую погоду я тоже майские ливни они шикарные у этой группы д д т у шевчука как раз про майский дождь шикарная песня есть помните как это дождь с звонкой пеленой наполнил небо майский дождь я обожаю эту песню нет не холодно вот несмотря на то что льет но не холодно я в такой мальчике со своими любимыми мордочками такими и в своей ковбойке абсолютно нормально как у всех нормальных людей если два балкона один парадный второй черновой точно интересно мнение если подруга в постоянной позиции жертва и когда с ней общаешься вносишь негатив в свою энергетику но подруга ближайшая расставаться не хотелось бы как бы поступила это кстати очень сложный вопрос потому что конечно же очень сложно иметь дело с людьми которые исключительно жалуются исключительно выражают недовольство но они являются твоими близкими людьми ну и как то в принципе с этим что то же надо делать я предлагаю что сделать так если эта подруга действительно очень близкий вам человек искренне откровенно с ней поговорить на эту тему потому что вариант того что вы будете излучать позитив а она все равно его не будет принимать и будет упорно транслировать негатив на вас будет продолжать плохо сказываться вы опять будете в энергетическом минусе поэтому лучше с ней поговорить объясните ей свою позицию объяснить почему вы в позитиве потому что очень часто чужой позитив может не помочь а наоборот еще больше начать раздражать людей которые подавлены чем-то лучше с человеком поговорить и сказать искренне откровенно что ты знаешь вот я бы хотела чтобы и у тебя и у меня когда мы общаемся чтобы все было хорошо но ты логикой подумай что если мы будем говорить только о плохом только плохое к нам и будет липнуть но в любом случае конструктивный диалог он в данном случае единственный выход я так думаю классный балкон там должно быть много интересного много интересного в принципе есть но половина этого интересного на выброс так что конечно хотелось бы взяться за все это дело но пока руки не доходят это целая комната в принципе огромная я бы в идеале если вот сделать эти окна я бы здесь сделала оранжерею хотя я за растениями ухаживать вообще не умею но у меня есть мама которая как бы могла бы посоветовать порекомендовать что-то я бы здесь сделала оранжерею такой зимний сад что-то по типу этого как бабушка как самочувствие ничего просто ну понятно возраст и там прогрессирующие какие-то возрастные вещи есть конечно очень сложно очень сложно но что уж тут поделаешь не знаю лучше избавиться от старинных или оставить как винтаж смотрите есть вещи которые действительно хлам допустим вот я если вы видели в каком количестве хлам я выбросила уже пока делала весеннюю уборку по шкафам по всяким вот таким вот закоулкам за укромным таким закуткам какие-то ручки от каких-то старых приборов которых нету какая-то ручка осталась подставка из-под чего-то трубка из-под старого советского телефона там не знаю еще чего-то уже ржавое покореженное это надо выбрасывать но есть вещи действительно винтажные которые имеют приличный вид и какую-то историю допустим кто-то подарил эту вещь вашим бабушке с дедом вашей маме вашему папе вещь которая в принципе может либо как декор служить либо может быть использована заново или которую просто как исторический артефакт можно сохранить это да это стоит хранить потому что все-таки есть вещи которые несут в себе память какую-то историю семьи но есть вещи которые вот реально захламляют пространство я например когда делала наконец-то добралась до самых вот антресолей а я там не знаю лет десять наверное меня там не было до меня мама может быть там что-то чистила я там обнаружила потрясающий керамический набор вот такое вот блюдо со своими тарелками глиняные обожженные покрытые глазурью с потрясающе красивыми армянскими узорами ну вот куда я это выброшу я так посмотрела думаю сейчас настанет сезон арбузов в это блюдо да арбуз накрошить и в этих красивых тарелочках прямо вот сам бог велел так что я просто влюбилась в этот набор твой балкон настоящий антиквар мы с сестрой свое детство вспомнили я же когда говорю шикарные квартиры батюшки это ж не балкон а квартира а вы представляете сто двадцать квадратных метров делать уборку поэтому я уборку делаю раз в неделю потому что меня физически на это не хватает это просто ужас да огромная лоджия классная кладовка всем вот такой балкон где рубашка уроки там делает прическа супер спасибо это дом ереванской элиты ну в принципе да дух старого времени такой родной незаменимый ничем все комментаторы обалдевшие от балкончика ой смеюсь боже какой шикарный балкон моя мечта крутой балкон целая большая комната можно на велосипеде кататься а я в детстве тут на велосипеде каталась и в скакалку прыгала потому что по факту у соседей тоже здесь балкон и они здесь не обитали в течение дня и тут можно было спокойно прыгать бубухать ногами никому не мешая так что да и об этот шкаф я этот мяч ударяла лягушку прыгала так что ну да да ну площадь на балконе супер привет а ну же отлично выглядишь привет из краснодара привет спасибо это не балкон это мечта в принципе да если за него взяться привести в чувство он реально классный сними рум-тур по всей квартире ой вы увидите столько замшелых стен старья всякого я не знаю насколько это будет интересно масштабно люблю сталинки за большие размеры и простор если балкон такой большой то сама квартира сколько метров наверное 120 угадали у вас все очень ухоженная семья бережливая видно сразу точно мечта привет из Москвы у нас тоже был была лоджия был был дождь обещают обещают грозу веранда замечательная дай бог чтобы все всем нам хватило на простейшее нормальное обустройство рада всегда смотреть ваше видео спасибо привет от киномана привет от израиля скажите про армению как у вас с хай-теком в каком плане с хай-теком у нас продаются все давайте я вот так вот как-то поставлю чтобы у меня лицо было более освещенное у нас все новинки техники и прочего продаются все что в мире появляется у нас тоже так что в плане хай-тека шагаем в ногу со временем со всем миром вместе очень много денег надо на капитальный ремонт считай комнаты с огромными окнами мы посчитали примерно вместе с мастерами сколько вся квартира обойдется ремонт всей квартиры нам сядет примерно в стоимость есть приличный такой двухкомнатной квартиры ну где-то семьдесят тысяч долларов точно потому что эта квартира практически никогда не ремонтировалась только иногда побелку делали там лак дедушка мой делал на пол но тут нужна цикловка паркета нужно лаком покрывать тут надо полностью менять все электричество всю проводку потому что зимой допустим я бы могла что-то посильнее обогревающее включать но только ты что-то включаешь проводка горит она уже старая поэтому тут надо капитальный ремонт делать тут одной просто побелкой не обойдешься хотя я для себя подумала и решила что как только у меня образуются свободные финансы так чтобы по карману не било я пойду куплю себе краску у меня валик этот есть куплю палку большую на которую этот валик можно насадить и собственноручно хотя бы пару небольших комнат для пробы постараюсь покрасить просто чтобы глаза вот эти вот грязные уже старые старые стены не видела понимаете у вас эхо в квартире лето звук так передают эхо нету это скорее звук может быть от того что окно открыто дождь идет ты пишешь картины я тоже художник ну я делаю пейнтинг by numbers хотя в картину саму я вношу свою лепту меняют цвета добавляю от себя какие-то нюансы картину видела в инстаграме красота шикарный балкон давай переписываться ну на самом деле я стараюсь так особо ни с кем не переписываться для переписки у меня есть только самые мои близкие люди уж извините просто вас так много меня одной на все переписки не хватит к сожалению рубену привет какой немножко взрослый да у нас во львове был снег мама моя дорогая рубен пухлый такой на лицо взрослый уже но мы все пухлые на карантине что чтобы поделать погодка не радует я бы не сказала я обожаю такую погоду я просто рада что я успела домой прибежать и не это не промокнуть если нетрудно ты можешь нам показать свой спрей лореаль рубаш можешь в кабине в нашу спальню пойти слышишь меня и на триллиаже вот это оранжевая штука которую я прыскаю на волосы принести сюда если не ада сейчас покажу рубен вырастает будет высокий пухлость уйдет но вот я тоже думаю что он и за спорт возьмется и так далее тому подобное здрасте анну шепчан очень красивая стрижку вас расскажите покажите стрижку я покажу вам как я сделала эту стрижку да дай сюда вот это вот штука вот так покажу он говорит двойной эликсир 6 микромасел сыворотка блеск уход мгновенное питание легкое расчесывание защита от сухости собственно все проблемы которые у меня были я вам говорю я этим пользуюсь вот видите уже сколько использовала ну наверное уже недели полторы за эти полторы недели я раза четыре наверное мыла волосы естественно их каждый день не мою и представьте себе вот столько ушло у меня я очень довольна реально классная штука и пахнет обалденно во львове сегодня был дождь затем снегопад жесть здрасте аннушек у нас батуми тоже дождь нравится ваш дом из зарочных окон толстых стен и высоких потолков но вы знаете как это тяжело мыть и чистить это просто ужас вот эта арка она красивая только визуально но когда ты пытаешься между этими прослойками вот дверными влезть протереть одно дело просто рамы а другое дело стекла ты же ведь их должен так вымыть чтобы они разводов на них не было это конечно ужасно особенно когда ты балансируешь на стуле стулья и табуретки это конечно жестко балкон довести до ума надо можно не выбрасывать всю мебель это уже антиквариат ну вы знаете да в принципе в принципе вот этот вот шкаф он абсолютно дееспособны там надо поменять полки новые сделать его надо отшлифовать покрыть лаком потому что там просто тупо дерево и собственно его можно использовать вот этот хлам оттуда убрать там за шкафом этим лежат эти раскладушки две еще какие-то корзины потому что у нас в семье была традиция мы с мая месяца как раз начало лета мы ходили по грибы у меня родители грибники и собирать грибы у нас в семье всегда была традиция и гигантские вот эти вот плетеные корзины мы вот полный их набирали приносили грибов как быть когда эмоциональная импотенция хочу общаться с человеком но не могу идти на контакт хочется просто зарыться в песок как бы не обидеть человека игнором на самом деле общаться из-под палки нехорошо лучше как-то дать человеку понять что тебе нужен тайм-аут нежели общаться так что потом ты на волне своего плохого настроения ляпнешь что-то за что потом придется очень дорого платить лучше проигнорировать а лучше всего просто сказать что тебе нужен тайм-аут просто временно как-то передохнуть у кого подруга у меня старшая сестра все у нее в негативе я последнее время как больная но у меня бабушка точно такая же дома у нас утро начинается с негатива мы все умрем как ужасно только новости естественно слушает весь день я просто балансирую пытаюсь как-то сохранить эмоциональный настрой в доме но это конечно очень сложно у меня сегодня также произошло в энергетическом минусе немного не обязательно даже о плохом базарить от человека зависит от характера от много чего это у меня дофига энергетики ну вы знаете энергетический спад бывает у любого человека его просто надо тихо переждать не стараться кого-то вовлекать в это я тоже два раза же сама себя стригла и крашусь я вообще ни разу не красилась в салоне вот это я вам скажу что покраску своих волос поскольку я могу на сто процентов сделать сама я просто считаю это смешным доверять кому-либо зачем и время тратить свое и переплачивать в пять раз в салоне как и сама можешь себя покрасить и досвидусь эй только конечно если дело не касается каких-то разноцветных милирования там какие-то градиенты не знаю чего это понятное дело дома сложно сделать грамотно а так если у тебя однотонные волосы вы в каком городе живете в ереване куплю квартиру недорого расскажи 10 фактов про армению плюсы и минусы это не для эфира это надо как-то отдельное видео снять какая шикарная атмосфера у вас прическа супер спасибо тебя привлекает свой кинотеатр экран 100 дюймов самой все сделать атмосфер не честно говоря я вообще не киношный человек сейчас я просто хочу за своим ступом посмотреть чего его судьба дальнейшая что с ним стало а он уже сварился сварился мой дорогой все нормально пахнет все под крышку до свидания все пошли обратно я не любитель кино я вообще ни на секунду не киноман и поэтому тратится на приобретение там домашнего кинотеатра или чего-то такого в принципе не вижу смысла если мне что-то надо посмотреть или в телефоне или в компьютере посмотрю а так мне кинотеатр не хочу холодильник сдай металлолом придут заплатить заберут ну вот я просто должна договориться свою личную жизнь я в эфире не обсуждаю сейчас на улицу выходишь с чем ни хрена от тебя энергия прет круто умница наш сколько же цветов мы покупали в вашем дворе тогда только там можно было найти шикарные цветы ну надо же у вас в армении есть оптический нет а я вообще даже не знаю что это такое давай я тебе облако вышлю с моими 200 картинами ты заценишь ну высылайте на мой фугар инстаграм на фейсбуке мне месседж можете написать все мои соц сети ссылки на них под любым из моих видео отмечены так что можете пройти когда ты была на кухне то показалось что эхо есть они вряд ли вряд ли их и есть может быть это от связи качества я не знаю нас сталинская или не сталинская ну четыре метра поднутри 98 считайте четыре метра может быть вы знаете я никогда не обращал внимание эхо есть и фиге эту можно уже долги отмаз мутить чего зачем это мыть и чистить то есть она же вот просто человеческий спрашивала от 70 тысяч на ремонт аж плохо стало ты не думала может продать эту квартиру взять что-то новое если честно этот вопрос касается не только меня но и моей мамы она категорически против я пока эту тему трогать не хочу потому что жизнь сама покажет как и что выгодно где и как что бывает я просто себя предоставляю пространству вариантов и я более чем уверена что наилучший вариант обязательно посетит меня такой большой балкон сколько примерно в ширину тут метров 12 по моему 10 а ну а 11 уж точно ну картину свою показать сейчас покажу секундочку что это было какой балкон мечта карантин опасен жором да я сдерживаю себя блины кексы пироги уже в прошлом а я не могу сдерживать единственный ремонт нужно сделать она же говорила что не продаст ее семейное гнездо столько с ней связано не ну понимаете если бы это была только моя квартира я бы как бы как-то распорядилась но тут не только я одна прописана и как бы не стопроцентно моя собственность чтобы я так распоряжалась смело в любом случае такие судьбоносные решения надо принимать по стечению обстоятельств вместе с домочадцами и так далее там подобное я опоздала был уже секрет стрижки от ануш нет секрета пока что не было сегодня в эфире его не будет я отдельное видео на это с на эту тему сниму я понимаю что это ваша семейная гнездо сколько памяти и жизни мне прям жаль что ты видишь как это любимое место приходит в упадок а сделать много объективно не можешь в принципе можно чуть-чуть если что-то как-то порциями то нет немного насчитали у нас 120 квадратных метров полностью необходимо заменить все окна все двери их у нас больше 30 это точно все двойное понимаете у нас не одна эти только эти вот 1 1 раза вы так скажем все окна двери они двойные всю электрику электровую электропроводку светов весь водопровод надо заменять а это бешеные деньги если вы просто вот так вот посмотрите 1000 долларов это просто ничто в масштабах нашей квартиры это просто маленький какой-то закуточек подлатать поэтому правильно насчитали я хватит хочу твой суп а что на второе на второе ничего вот пусть едят суп и хватит на сегодня завтра на второе здесь потушу сардельки с капустой в томатном соусе типа по-баварски привет расскажи какой тебя телефон вообще любишь новинку нет я очень такой большой консерватор во всем что касается техники в остальных вопросах для меня ничего не стоит избавиться от любой вещи но вот что касается телефона и компьютера я врастаю в эти вещи мне с ними расставаться очень тяжело у меня samsung edge 7 с такими покатыми краями я очень этим телефоном довольна и качество картинки нормальная и звук нормально передает работает очень хорошо android вообще не глючит так что все классно очень нравится ваш балкон терраса квартира прекрасно все со временем сделаете так вот я тоже об этом говорю понимаете продать всегда очень легко на самом деле вот резкие какие-то решения принимать очень легко но не факт что потом будет хорошо как надо поэтому я всегда предпочитаю посидеть отсидеться и приглядеться меня от фильма так прет что я при просмотре арона героев уже не я фильмы практически не смотрю но вы прям царица такая эффектная ой спасибо за комплимент я бы вы украсила советской гирляндой креатива бы там и завтракали бы но завтракать здесь в принципе можно но минус этого балкона в том что он с 3 часов дня летом до примерно 7 30 вечера сюда бьет нещадно и солнце просто нещадно и то есть тут даже гвозди плавится то есть эта комната вообще превращается в утиль потому что даже на кухню зайти больно я купила сюда занавеси пару лет назад но поскольку вот туда под саму эту верхотуру очень страшно забираться и пока я конечно окна не помою я не смогу и вот мы сейчас как бы живем вот если мы сюда выходим что-то делать на виду всех соседей вот раньше когда у нас старые занавеси здесь висели после принятия души если дома была одна я могла как бы профланировать сюда в нижнем белье обмотанное полотенцем не знаю какая там повесить полотенце сушиться переодеться там дальше свои дела делать час фикс 2 приходится при параде с бабочкой галстуком выходить ну ничего здрасте а ну уж виды с балкона шикарно еще раз хочется прекрасно армению передавайте привет маме кариной сыну вы прекрасно выглядите спасибо сколько комнат в квартире 4 будет интересно увидеть рунту ну посмотрю посмотрю а я выпью за вас за маму счастья вам приятного вам чего вы там пить и див поставь на щиток он защищает от грозы внутри от замыкания проводки ой это вопросы не ко мне вообще в таких вещах не разбираюсь о какие хоромы у вас нет даже не подумала продажи у вас все получится вот я тоже в это верю здрасте аннуш привет прекрасный ереван дважды была в вашем городе была очарована милость спросим еще полосы шикарные спасибо она что такая красивая прекрасно выглядите спасибо сделай потом обзор отдельно своих картин вышивок еще планируешь рисовать вот вышивать я пока что не планирую но рисовать конечно же хотя я даже не знаю куда мне еще эти картины лепить потому что у нас вся столовая все стены залеплены квартир картинами правда не вниз одни не полностью моими но в кабинете тоже место нету уже не продохнуть и не про не пройти не проехать но писать хочется особенно акрилом очень приятно им работать поэтому писать я буду у нас летом жара 45 48 градусов но наливай ануша где ваша крутая армянская архитектура я хочу посмотреть прямо сейчас я вам крутую армянскую архитектуру вот тут показать не могу я тоже не продавал такую красоту такая квартира дай бог каждому поскольку спать ложитесь где-то к часу ночи но засыпаем ближе к двум к трех потому что лежу слушаю аудиокниги какой-то район это оперы снимите пожалуйста видео о том как сделать такую стрижку очень вам идет в очень красивое спасибо видео обязательно будет я надеюсь что это видео поможет многим найти себя найти свой имидж и не тратиться очень сильно на парикмахеров если будете делать ремонт делайте вначале проводку да конечно конечно если уж надумаем что-то делать тут надо полностью раздолбать вот эти вот части и как бы сначала все черновое а уже потом думать какие там стены будут или что нет не маслом вот акрилом город ереван а что ты пишешь пейзажи натюрморт и в основном пейзажи постарайтесь не продавать квартиру был печальный опыт а на окна купите пленку от солнца не будет так жарко в принципе да тоже идея помогает ли государству жителя в период чрезвычайной ситуации я бы особо не сказала хотя моей близкой подруги двойная сестра владеет маленьким личным бизнесом и у нее есть какие-то там работники так вот она была весьма удивлена когда ей поступили какие-то финансовые средства на выплату вот этим вот людям она была очень удивлена есть одноразовая выплата женщинам у как семьям у которых есть ребенок до 14 лет по моему конечно под субсидии попадают матери одиночки но меня эти субсидии не касаются вообще ни в коей мере потому что мой ребенок не гражданин армении я пейзажи люблю писатель натюрморт а ну что училась детства художника ли сама по себе рисуешь по настроению я вообще у меня страсть к искусству изобразительному она у меня в крови родной дядя моего отца является являлся этим заслуженным членом союза художников армении его за звали арташес унанян вот его сын один геворг унанян известный исполнитель камерной музыки второй сын тоже художник правда я не видела его работы этого арташеса работы кстати в музее современного искусства выставлены мой отец говорят неплохо рисовал но сейчас я в принципе всегда старалась как-то вот рисовать это у меня любовь к этому было но я сейчас заказываю себе картины через интернет самый сложный самого сложного уровня это называется пейтинг by numbers когда ты вот по номерам но там просто размером с волосок линии то есть это очень и очень кропотливая работа усилился и небо вообще черно вы посмотрите какое небо вот я ушла камера сфокусировалась туда описать какое небо один вопрос задам мужчины которые сделают этот балкон комфорт потабельным есть так и не дело нужно довести красивое к удобному не ну пока что как-то мужчинами не располагаю но со временем посмотрим как сделать сделай стримчики как ты пишешь картины вот когда очередную работу начну сделаю стримчик я вчера опубликовала очередную песню для всех кому нравится как я пою нравится меня слушать совершенно новый для меня стиль был гершвина сомартами я спела в таком стиле я не пела никогда и вы знаете как интересно получилось я просто села случайно на ютюбе набрала эту песню и начал ее мурлыкать под нос в своем каком-то восприятии и и мне так понравилось как у меня получается я думаю все надо записывать ну и в общем короче на ютюбе вот мое последнее видео это как раз вот сам артайм кому интересно посмотрите да всем тем кто живет в армении вернее кто знает армянский делаю такое объявление 9 мая прямо в день победы в 6 20 по ереванскому времени по телеканалу шант будет кулинарное шоу у мамы получается лучше так она называется мама и епатна нурише и там ваша покорная слуга активная участница этого шоу шоу будет длится час так что все кто знает армянский язык на шант можно и из других стран выходить у него есть онлайн версия кто знает армянский обязательно посмотрите я скорее всего завтра на инстаграме и на фейсбуке опубликую еще раз свои фотографии с этого шоу съемки были 23 апреля я молчала как партизан не показывала ничего ничем не делилась я имела честь познакомиться с нашим одним из самых таких медийных персонажей нашего шоу бизнеса негор глумов который в россии долгое время жил был звездой на радио и на телевидении сейчас ведет все возможные шоу и гала-концерты ну по масштабам но он как допустим иван ургант да в россии вот как ургант армянского разлива и такой человек с искрометным юмором достаточно саркастичным очень умный я постараюсь посмотрю как получится может быть если получится я скачаю потом то что на ютюбе на следующий день после выпуска по телевизору они размещают саму передачу на ютюбе тоже я постараюсь ее скачать и может быть если мне разрешат именно те части где я есть я это самое размещу с субтитрами вот восемнадцать-двадцать по телеканалу шант мама и е пацнурише вот так что это было реально классно я не ожидала мы там снимались это самое с моими коллегами из нашего турагентства да мы снимались там с нашими коллегами из турагентства там так суть шоу такая две пары соревнуются друг против друга причем там никто никаким блюдом никого не учит там просто кулинарный battle где надо успеть вовремя в указанные минуты секунды уложиться и приготовить готовое блюдо сделать и короче ой сейчас у меня от ветра чашка упадет и короче значит один из игроков выступает в роли мамы естественно это была я и второй игрок бывает твоим ребенком моему сыну было 35 лет прикиньте вот и значит ты стоишь за стойкой рядом с тобой егор глумов всячески пытается тебя заболтать и отвлечь значит за 20 минут ты значит должна успеть назвать все ингредиенты которые нужны для твоего блюда блюдо конечно заранее ты выбираешь обговариваешь с ними потом значит твой ребенок должен успеть все ингредиенты должен успеть собрать настойку все ингредиенты и начать готовку то есть ты ему а это достаточно большое расстояние стоишь и значит командуешь чё должен резать жарить парить и т.д. и т.п. это все простите сдабривается шутками хи-хи-ха-ха в общем одним словом я там зажгла по полной мы выиграли кстати сказать наша команда выиграла кучу призов нам надарили я вот с таким пакетом домой пришла и еда и подарочная карточка из какого-то магазина модной армянской одежды брендовой одним словом это было классно и получать оказаться на телестудии во первых поучаствовать шоу таком популярно на главных ролях так скажем это было реально классным таким опытом в моей жизни так что следите за моим инстаграмом буквально завтра после завтра я размещу фотографии со съемок самих ну и воскресенье 9 мая будет сама передача вот а вы вселяете надежду милой ануш спасибо ведь есть блогеры и на ремонт разводят зрителей на технику ну люди разные бывают вы представляете чтобы я начала клянчить у людей на что-то хорошая идея сделать стрим во время рисования все не решались заказать больше слишком сложно это очень сложно на самом деле это очень и очень сложно жаль что я не в армении а на ютубе есть этот шант на ютубе есть их официальный канал и на следующий день после эфира по телевизору они выкладывают уже саму передачу с однодневным опозданием на youtube так что можно посмотреть у нас сейчас 18.05 да у нас балкон огромный а лучше вопрос когда ваш день рождения 8 июня мне исполняется а вот угадайте сколько мне исполняется дождь хорошо вообще хорошо то что вы дома ну да буквально до эфира за пять минут до эфира я была на улице я успела я армянский язык не знаю я смотрела это шоу буду пробовать ануш сделайте анонс эфира в сториз инстаграма 9 мая чтобы я не пропустила это идея спасибо обязательно сделаю нет я сейчас у себя дома браво ануш у себя вид другой с балкона приветик ануш это кухонный балкон я бы этот балкон сделал таким приятным местом ну в принципе да только тут надо чтобы приятным местом он был тут надо избавиться да от фигища вещей как кулинарный поединок на нтв может быть да причем там значит надо успеть не только это все приготовить там надо горячее блюдо и салат надо успеть его сервировать на две тарелки и поставить на красные такие квадратики если ты не успеешь это сделать не успеешь то есть на тарелке разложить и поставить то твое блюдо не считается значит зачета не будет наши соперники проиграли потому что не совсем выгодное блюдо выбрали в качестве горячего у них только салат получился по факту а мы и то и то сделали просто конечно же в процессе болтовни и прочего и прочего тем более что непрофессиональный кулинар стоит хотя мой сыночек так скажем идеально справился с поставленной задачи он вообще очень быстрый по жизни и он просто на бешеной скорости все резал смешивал у нас мясо подгорело то есть мы его положили на огонь огонь не уменьшался и у нас короче мясо подгорело но самое главное что мы все успели приготовить так что я я кстати это блюдо готовила я когда мне сказали выбери рецепты пришли нам чтобы выбрали один для передачи ой простите я заговорилась я начала смотреть что я на своем канале готовила и выбрала блюда которые очень быстро готовятся вот так что этот рецепт у меня есть на канале будем болеть за нашу анушик спасибо ура я в эфире привет ануш привет привет у нас тоже вчера был сильный дождь и град град побил рассаду вот это обидно вот град это гадость конечно в россии тоже было такое шоу похоже даре в начале июня ануш субботу 9 мая близнецы да ладно да я близнецы погоду петух 39 правильно я первый раз у вас ануш где вы живете я живу в армении в ереване 29 спасибо за комплимент 39 нет ничего надежнее родных стен согласна на год моложе чем я 25 исполняется ооо комплименты ануш у меня днюха 10 июня но буду отмечать 8 и вообще-то говорят что день рождения нехорошо отмечать заранее хотя в такие приметы не верю это вообще такая глупость особенно я пишусь от людей которые не отмечают свой сороковой день рождения типа 40 день обычно после смерти ой, а то все люди которые свой сороковой день отмечают свои сороковой день рождения отмечают они все что должны планово умереть что ли я вот этой логики не понимаю Ну и что, что сороковой день считается там после смерти человека каким-то там днём, да, но это сороковой твой день рождения, юбилей. Я буду отмечать с треском и с шумом, так что лайк-лайк-лайк, спасибо. Ануша, вторая дверь в балконе куда ведёт, кроме кухни? Вот эта дверь кухонная, та дверь в кабинет, это кабинетная дверь. Могу показать. Вот, вот наш кабинет. Вот залепленные в стикеры. Чего? Нет, у меня не рум-тур, у меня эфир. Ануша, исполнится 28, всё, другие даты отпадают. Ну хорошо, хорошо, мне 28. Молодящаяся старушка. Мебель в вашем балконе создаёт всю атмосферу, её не нужно менять, сейчас наоборот люди платят за такой интерьер. Там нужно световую гирлянду со средними лампами. Тут просто надо отшлифовать и покрыть лаком. Я знаю, сколько вам лет будет, 39. Не верю, 39, да. 30 написала, 29, чтобы не обижать. В Армении много положительного связано с цифрой 40. Вполне возможно, но я, поскольку в такие дурацкие приметы не верю, ой, господи, это у нас тут кто-то что-то строит, он этот, шумит, товарищ. Люди, а, они строительный мусор выводят. Зато смотрите, какая сочная зелень. Вот ради этого я обожаю весну, просто. Давай, кыш отсюда. А, да, строительный мусор вывозят. Вы будете прекрасны и в сто лет. Ой, я как муха на стенке засохну. Сколько комнат у вас в квартире? Четыре. Ничего себе балкончик у вас, как комната. А ну ж тихо кашляйте у окна, а то соседи вызовут медиков. Апчели! Балкон – это целая комната, а мне 29, я немного депрессую. Наверное, с этим все сталкиваются. Ой, нафиг этот возраст. Вы можете себя чувствовать на 15 лет и в 70, и можете чувствовать себя в 20 лет на все 100. Так что все зависит от внутреннего состояния, эмоций, жизненных обстоятельств. Привет, Ануш, я ламаджо делаю, тебя слушаю, очень приятно. Ой, пожалуйста, умоляю вас, напишите, как вы делаете фарш. Умоляю. У нас четвертый этаж. Надо ехать, спасибо вам, счастья и любви. Спасибо, что побывали на моем эфире. Насколько прекрасно выглядит, что может и не скрывать свой возраст. А я его и не стараюсь скрывать. Просто иногда я так по-детски выгляжу, что у людей удивление, как это мне почти 40. Ануш, у вас в доме есть газ, отопление можете поставить? Газ есть, как раз наша плита газовая, но отопление мы не можем поставить, потому что квартира настолько огромная. К нам приходили люди, которые вот колонку газовую устанавливают там все. Они сказали, что мы вбухаем гигантские деньги просто придется. Тут надо будет буравить стены через всю квартиру. Слушайте, усиливается. Прям стеной. Посмотрите. А виден вообще дождь, интересно? Да, вот так видим. Да, сплошной стеной. Ладно, давайте я тут закрою, потому что как-то холодновато стало. Одно окно, одно окно. Да-да, я одно окно закрываю. Подождите, надо на кухне свет выключить. Ай, шо. Вот еще раз покажу свою картину. Вот такая вот она, классная. Так, здесь свет надо потушить. Зачем просто так энергию расходовать? Ой, какая прелесть! А я не могу. Вот этот звук дождя. Пошли. Слушай, можешь мою прыскалку в нос принести? Нет. Так, сейчас продираюсь из балкона сюда. Вот смотрите, какие классные занавески приобрела. У нас здесь были старые, советские, какие-то порванные, некрасивые уже. Вот я купила такие занавесочки. У них есть такой вот блестящий немножко. Рубаш, можешь дверь эту закрыть? Спасибо. Такой небольшой блестящий эффект. Да, ничего, нормально. Вот. И по цвету, и вообще по стилю они подошли. Вот посмотрите, я стою. Знаете, какие тут потолки. Просто страшные. Эту люстру тоже я... Давайте я от себя уберу камеру. Вот эту вот люстру тоже я приобретала. Надо будет... Я купила сегодня лампочек, парочку. Надо будет ввинтить. Ну, сказали, чтобы я показала картины свои. В принципе, могу это сделать. Значит, вот это... Я много раз их показывала, но покажу ещё раз. Вот эту вот картину я вышивала. Это вышивка крестом. Это я ещё в Аргентине беременная вышивала. Это вот уже идут мои картины акрила. «Painting by Numbers». Вот это последнее. Это была первая моя работа. Это вторая. И вот такая. И причём вот то, что я вам говорю, что я сама картину дорабатываю. Вот всё, что касается вот этой посуды, яблок и части этого ковра, я сделала сама. Потому что то, что было по номерам указано в оригинале, здесь должно было быть какое-то дурацкое такое жёлтое пятно, с оранжевыми какими-то этими самыми. Но я не знаю, здесь можно зум делать? А, можно. Вот посмотрите, вот эту вот корзинку с ягодками, вот этот вот ковёрчик такой, и вот эти яблоки. Например, вот это яблоко должно было быть тупо просто каким-то жёлтым. Я сделала его вот как-то, знаете, вот в стиле Мартыроса с Арианом. Немножко получилось. Ой, что... Э, алё! А, вроде... Ой, простите, да, всё. Дальше вот эти вот подсолнухи, это вышивка крестом, тоже в Аргентине вышивала, наверное, году так в 12-м. Она у меня висела на кухне, но, как видите, по стилю рамки, по цвету, она, конечно, больше подошла к кабинету. Вот здесь надо будет, конечно, стены белить, потому что вот когда ты головой облокачиваешься о стену, от головы следы, конечно, на стене остаются. Эти подушки я сшила сама, купила для кабинета, здесь лежал старый ковёр на этой тахте, я купила вот такой вот губеленотипный метражом ткань с гранатами, вот, и сделала подушки, в принципе, такой армянский уголок получился. Потом я купила вот на этот вот стол журнальный, такую вот дорожку, к ней ещё салфетки прилагаются тоже в армянском стиле, ну, и если кто-то ко мне приходит, там, чай, кофе попить, я её стилю, это я вчера пела, моя шляпа. Здесь у меня под журнальным столиком хранятся все мои материалы для занятия английским. Тут у меня картина верхняя, горизонтальная, тоже вышивка крестом. Здесь мы фотографировались с моим сыном в фотоателье Марашлян в национальной армянской одежде. Ну, и вот я лучшие фотографии отобрала, подобрала к ним, очень долго по городу ходила, всё был пластик какой-то или просто дерево, а я подобрала рамки, которые очень похожи на что-то такое староармянское. Это мамина фотография, которую она на фотошопе обработала и превратила в картину такую графическую. Это домик на побережье. Вот мы её вставили в рамку. Тут у меня diamond embroidery, то есть этими вот камушками вышивка. Тут тоже камушками, но тут мы с рубашками. Эту новогоднюю картину я вышивала, будучи школьницей, в классе так в восьмом-девятом. У нас шкафы. Вот я его скривила так, как мне надо. Четвёртый предпоследний этаж. Мне 53, чувствую, на 23. Правильно, потому мой дедушка, ну, последние там 3-4 года, он, конечно, сильно сдал, болел, ему очень плохо было, но вообще по жизни он был как 15-летний мальчишка-подросток, который мог и прыгать, и танцевать, и хи-хи-ха-ха. То есть то, что он физически взрослел, старел в дальнейшем, вообще на нём внутреннем никак не сказалось. Май в Ереване самое лучшее время, согласна. 120 квадратных метров. Нет, ещё есть этажи над ними, 6 всего, кажется. Это не в нашем здании, это по улице вниз, потому что наше здание, оно ни одного размера, ни одной высоты. По улице вниз там уже 5-6 этажей идёт. Квартира прелесть, а запах после дождя, да-да, запах шикарный, но просто уже холодновато стало, вот у меня руки замёрзли. Красивые занавески. Круто, это сталинский дом, но это дом 53-го года. Выключила у нас... Ты хочешь, кстати, суп? Не могу. У нас одну прихожую можно за комнату брать, потому что не говоря о балконах, так что комнат у вас больше, чем 4. Ну вот это всё чистить и мыть. Такое удовольствие для мазохистов. Помню пару лет назад, когда была в Ереване, в начале мая пошёл сильный дождь, а потом и град, через 10 минут вышло солнце. Ну да, это нормально. Рубен Аргентину, ну в принципе, помнит, да? Ты её помнишь? Так себе. Так себе. Ну ему было 5 лет, когда он оттуда уехал. Но, чтобы сказать, что у него самые светлые об Аргентине воспоминания, я сомневаюсь. Конечно. Интересно, Глумов представил тебя, сказал, что ты первый блогер Армении? Нет. И на самом деле съёмки подобных передач, вот мне было, кстати, вот интересно, как они проводятся, в каком формате. Мы были вторые за день эфира. И то есть перед нами уже battle, заканчивались съёмки. И я потом посмотрела, Глумов со своим телефоном где-то там в углу студии так стоит облокотившаяся какую-то стойку, копается в интернете, пока ждёт, чтобы студию помыли, привели в порядок от предыдущей готовки и подготовили для наших съёмок. О том, кто мы, как нас зовут, ему сказали буквально за 5-10 минут до съёмок. Мы все представились. Ну, конечно, нельзя было говорить на камеру, какое мы агентство представляем, потому что надо было бы тогда платить за рекламу. То есть это считается как реклама. Мы просто сказали, что мы коллеги из сферы туризма и всё. То есть то, что я там блогер на Ютьюбе, там уже неуместно было бы даже отметить, и он об этом не узнал. Я, честно говоря, и не подошла бы к нему, чтобы сказать, а вы знаете, я блогер. Я как-то очень спокойно к этому отношусь, но я его очаровала. Не могу сказать, что этого не было, потому что я так посмотрела, до меня кто снимался, были люди, которые просто не умели себя вести перед камерой, очень зажимались. А я, поскольку блогер с 10-летним стажем, я сейчас могу и на митинги выступить, его переспеть. Ну, как бы, для меня вообще-то не проблема. Речь толкнуть при любом количестве людей. Хоть будет 10 камер меня снимать, я вообще даже на них не обращать внимания не буду. Я там чувствовала себя, как рыба в воде. Кто увидит этот эфир и запись в дальнейшем, не дадут мне соврать, что я абсолютно органично вписалась в кадр. Я легко шутила с Глумовым, абсолютно. Другие там немножко стеснялись, такая знаменитая личность, всё, а я так прям с ним, как это, со своим коллегой. Сама говорила, он там, вот, и другие передачи тоже смотришь, видно, что зачастую он клещает, просто клещами, вернее, вытягивает из людей слова, пытается их растормошить. А некоторые люди, он там вопрос задаёт, некоторые головой кивают, типа, и молчат. А мы с ним там, мы дошли с ним, пока мой напарник там трудился, мы с ним дошли до обсуждения Баха, Рамштайна, Сарделек, там не знаю чего, да, туризма. Причём, я даже к этому не готовилась, но я примерно представляла, что он мне в какой-то момент задаст вопрос по моей деятельности, как гида, и под конец нашей готовки он сказал, а, кстати, «А вы можете какой-нибудь смешной случай из вашей деятельности рассказать?» Обычно такие вопросы я очень не люблю, потому что даже если у тебя в жизни случается много каких-то смешных случаев, когда тебя спрашивают «Расскажи о смешном случае», ты попадаешь в ступор и не знаешь, что сказать. В буквальном смысле слова. Ничего в голову не лезет. Но в этот момент у меня просто как озарение было, и я вспомнила, думаю, «Господи, так был же случай!» В общем, короче, я вам рассказала, вы посмеялись, я такая довольная собой, думаю, фу, пронесло, не ударило в грязь лицо. Вот, так что, да, интересно. Но вот я, побывав там, я поняла, что телевидение – это моё. Ой, я бы там развернулась. Это, знаете, как это Раневская в «Золушке» говорит, дословно говорит, «Ох, развернулась бы я у вас, жаль, королевство маленькое». Вот, это точно как я. Восхитительная Ануш. Ануш, у тебя есть швейная машинка? Есть, начало прошлого века. Ею никто не пользуется. Это очень красиво, уютный Раневская. На какой улице находится фотоателье? Фотоателье находится на улице Магеря Макарчана, когда от кинотеатра Ереван идёте по маленькой улочке вниз. В старинном армянском доме находится в здании фото-музея имени Микоэляна Мергея. В общем, не помню. Какой-то фото-музей, по-моему, назывался. В этой комнате виснет. Кард низа, если поменяете, сразу комната изменится. Скорее всего. У всех виснет. А-а-а! Висим нормально уже. Привет, в Киеве дождь. Ануш, в какой стране ваш сын хотел бы жить? Сын, ты в какой стране хотел бы жить? Ну? В Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе не страна. И без разницы. Без разниц. Ну, в общем, короче, он еще сырой, не дороздая таких ответов. Какое качество в человеке ценишь больше всего? Искренность, скорее всего. А может, я закрою окно? Нет! Не надо, пусть свежий воздух будет. Не надо. Что свежий воздух, когда вода идет сюда? Никуда не идет. Не надо идти. Рубош. Это ты что тут пишешь? Не хулигай. Катя, не надо. Так это, как это... Ой, Рубош, я не знаю, что ты там напишешь. Ну, ты что захламля... Рубош, ты... Спамер. Теперь понимаешь? Я тоже думаю, что он там сидит, печатает. Я так быстро. Жесть, секундочку. Ой, Рубош. Попай на пол, а пупай. Ой. В общем, да, искренность ценю. Ну, доброта и прочее. Ну, да, но, конечно, когда ты знаешь, с кем ты имеешь дело, и ты знаешь, чего можно от этого человека ожидать, и чего он уж точно не сделает, это, конечно, очень ценно для меня. Пусть даже человек искренне скажет тебе в лицо что-то, что для тебя будет не совсем приятным, но не скроет это от тебя, нежели будет разыгрывать у тебя за спиной какой-то спектакль, который потом может даже и плохую какую-то игру с тобой сыграть. Поэтому плохие последствия ведь. Поэтому искренность, скорее всего. Да, маленький хулиган, это однозначно. Я не пишу, если что-то. Не пиши. Осторожно, мой компьютер не дергает. Ну, наверное, скоро закончим. А что ты хочешь? Не заканчивайте? Людей не отпускать? Да, да. А что я буду делать? Ну, давай, что скажешь. Ну, что? Ну, ребят, Вам большое спасибо за то, что вы на таком моём спонтанно неожиданном эфире побывали. Я ещё раз обещаю, что в день 9 мая я с утра или днём размещу в сторис Инстаграма, который скопируется на Фейсбук также. На Фейсбук. Напоминалку о том, что бы люди включили телевизор и посмотрели бы эту передачу. Подруга из Сочи нормальная. Она смогла остаться в Сочи. Её не выгнали оттуда. И она сейчас со своим молодым человеком нормально, спокойно живёт. То есть, дуристика позади. Вот. Нет, пропадать не буду. Буду делать такие неожиданные вылазки в эфир. У Рубушки нет армянского гражданства, потому что он родился в Аргентине. Вот. Вот. Так что всем большое спасибо. Надеюсь, на скорую встречу. Ждите оповещаний в Инстаграме. Всё. Всех целую. Спасибо вам за эфир. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...